Привет, мои дорогие! Очень рада видеть вас на своём канале. И сегодня хотелось бы с вами поговорить под на какую тему. Вокруг этой темы очень много мифов, и многие женщины до сих пор не видят разницы между медицинским абортом и контрацепцией экстренной. То есть, какая разница между медикаментозным абортом и экстренной контрацепцией. Так вот, это не одно и то же. Не нужно путать. Аборт – это аборт, когда уже сформировалась беременность, уже имплантировалось плодное яйцо, и эмбрион начинает развиваться. И мы прерываем данную беременность. Вот это аборт. Когда мы говорим про экстренную контрацепцию, то это совершенно другое. Ещё самого оплодотворения нет. И мы тем самым препятствуем наступлению беременности. То есть, мы не прерываем уже готовую беременность, а мы препятствуем именно наступлению беременности. То есть, не нужно это путать, дорогие мои, и слушать вот эти истории и мифы. Нет никакой беременности. Мы препятствуем наступлению беременности. Так вот, что же вообще это такое, и когда нам нужно с вами применять методы экстренной контрацепции? Ну, во-первых, методы экстренной контрацепции подходят тем женщинам, которые принимают комбинированные оральные контрацептивы и по какой-либо причине пропустили таблетку. Пропустили, был половой контакт, незащищённый, то есть без барьерных методов контрацепции, то есть без презервативов. И, соответственно, тогда мы можем применять как раз экстренную контрацепцию, чтобы не наступила беременность. Затем, незащищённый половой акт. Когда вы понимаете, что это приблизительно средина цикла, этот половой акт был не после менструации или не перед менструацией, что как раз где-то в срединке. И тут тогда, конечно, это огромный повод уже для обращения к экстренной контрацепции. Порвался презерватив, отклеился пластырь гормональный, там методы какие-то контрацепции, спермициды, таблетка не рассосалась, которую была поставлена. Что-то случилось не так, и тогда вы понимаете, что да, в эти дни примерно я могу забеременеть, тогда мы будем применять методы экстренной контрацепции. Ну и, конечно, к сожалению, это различные изнасилования, где мы также можем применять методы экстренной контрацепции. То есть беременность не наступила, мы просто стараемся сделать так, чтобы она не наступила, но она не прерывается в данном случае, то есть она просто не наступает. На самом деле методы экстренной контрацепции изначально были разработаны для подростков и для женщин после 40 лет для того, чтобы сократить количество абортов. То есть действительно препараты были так сформированы, так сделаны, что они должны быть безопасны. Безусловно, вы должны помнить про то, что это препараты серьезные, это не препарат, который можно использовать каждый там цикл или там часто, что вот мы не предохраняемся, но пользуемся экстренной контрацепцией. Ни в коем случае этого нельзя делать. То есть это препарат, который должен приниматься несколько раз в жизни, когда вот такие вот серьезные ситуации, вот именно экстренные, что нужно что-то сделать, чтобы не забеременеть. Он не входит в линейку постоянных методов контрацепции. И женщины, кто думает, что ой, да ну и что, тут какой-то половой контакт, сейчас я вот этот, выпью таблеточку и все. Не надо с этим лишний раз рисковать, потому что все равно оказывается и гормональное воздействие, и конечно же есть риск кровотечений. Но, безусловно, нужно все составлять за и против, и если случилось так, что половой контакт, вы понимаете, был не защищен, или случилось так, что ваши методы предохранения вас подвели, тогда, безусловно, мы будем использовать средства экстренной контрацепции. Так вот, какие же препараты к ним относятся? Эти препараты вы можете купить в аптеке, то есть, если для проведения медикаментозного аборта вы не сможете купить в аптеке данные препараты, это строго лицензированные, узко у врачей или клиник, имеющих лицензию на проведение данных видов абортов. То есть, это совершенно другие препараты. И самый распространенный, про который я вам и хочу сегодня рассказать, это пастенор или по-другому леванаргистрел, то есть действующее вещество леванаргистрел. Таблетка 750 мг выпивается в течение 72 часов после полового акта. То есть, у нас вот есть это окно, 72 часа, когда мы должны успеть выпить первую таблетку. И вторая таблетка пьется, тоже 750 мг, через 12 часов после первой таблетки. То есть, выпивается первая таблетка, фиксируется время и через 12 часов выпивается вторая таблетка. Это та схема, которая должна быть и с помощью которой выполнена правильно данная схема. Если же вы понимаете, что вы выпили таблетку и случилась рвота, что таблетка вышла или вы забыли выпить вторую таблетку, тогда мы начинаем все сначала. То есть, мы не можем никак продолжить, мы начнем все сначала. Препарат действительно хороший, препарат разрешенный женщинам, которые активные курильщицы, так как не содержит эстрогенов и никак не связан с различными тромбозами. Исключение, которое составляет данный препарат, это беременность, беременность, либо зафиксированная, либо подозреваемая. Потому что многие девушки делают женщины какую ошибку? Они услышали, что есть такой препарат, идут его покупают, но они не знают, что данный препарат не прервет их беременность. Беременность он не прервет, он может вмешаться в формирование эмбриона. То есть, могут быть различные патологии, то есть, вмешаться в эмбриогенез, неправильно сформировался, то есть, патологии развития, инвалидность как следствие. То есть, ребенок останется жив, но сродится с патологиями, потому что мы не знаем, как он повлияет на саму беременность. Но беременность он не прервет, потому что у него нет абортивного действия. Соответственно, и второе исключение, это для женщин, которые кормят грудью. Соответственно, если женщина кормит грудью, мы не можем назначить данный препарат, потому что он всасывается в грудное молоко и находится в грудном молоке. И ребенок, мы не знаем, опять же, как данный препарат повлияет на ребенка, о чем мы сейчас только что с вами говорили. Поэтому мы не можем рисковать и не можем наносить риск ребенку. Единственный выход здесь, если вы отложите грудное вскармливание на этот период, то есть, либо заранее будет сцежено молоко, либо, возможно, какие-то варианты смеси перейдете. И после того, когда вы примете вторую таблетку, в течение 24 часов после второй таблетки вы не будете кормить ребенка грудью. Вот это единственный способ во время кормления грудью принимать данный препарат. Поэтому, уважаемые женщины, не нужно, конечно, путать всегда аборт медицинский и экстренную контрацепцию. Ей возможно воспользоваться, но только несколько раз в своей жизни. Этим, конечно, баловаться и постоянно пользоваться я крайне не рекомендую, но бывают такие ситуации, когда это необходимо. Я вам желаю всего самого наилучшего. Если у вас остались вопросы, пишите мне в комментариях, я обязательно на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и мы с вами обязательно встретимся.